Наш гость Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с того, что в командовании сил обороны Юга Украины сообщили, что после ударов по военной логистике Крыма кораблям и штабу флота черноморского российского оккупанты практически не используют бухты Севастополя для своих кораблей, а преимущественно базу Новороссийские. А в Главном управлении разведки также подтвердили, что россияне перебазировали часть своего оперативного состава, именно системы управления Черноморским флотом, на территорию Российской Федерации. К чему может привести вот такая распорошенность, скажите? Или это в принципе в нынешних условиях несущественно? Ну, тут нужно сказать, что вооруженные силы Украины продолжают системную работу по созданию условий для выдворения оккупантов из временно оккупированного Крыма. Вот и сегодня, как сообщают те же СМИ, пока без подробностей, также отмечались определенные взрывы на рейде Севастополя, и об этом поспешили сообщить сами оккупанты. И это, конечно же, свидетельствует о том, что работа, которая проводится силами обороны Украины, она является действенной. И как раз после уничтожения основного и запасного командных пунктов Черноморского флота противник продолжает задумываться о том, как ему сохранить Черноморский флот. И вот если, так сказать, отмечать элементы перевозирования, то нужно сказать, что уже определенное время противник перебрасил часть сил и средств из бухты Севастополя в Феодосию на восточное побережье временно оккупированного Крыма. И, конечно же, большую часть перебазировал в Новороссийск. И вот что стало также очередным знаковым моментом, стало известно, что в конце сентября этого года было подписано соглашение с так называемой властью Абхазии о разворачивании на территории базы ЧМЧИ дополнительных возможностей по модернизации этой базы и увеличение ее возможностей по принятию крупнотоннажных судов. Дело в том, что российские оккупанты все это время, надеясь на то, что им удастся убедить всех в том, что Крым это якобы российский, что по праву кто-то имеет все возможности базировать свой флот, они не уделяли должного внимания как раз процессу подготовки мест перебазирования своего черноморского флота. И тут специалисты, эксперты, причем различные, в том числе и украинские, и зарубежные, и российские, в том числе отмечают, что у черноморского флота в тех условиях, которые сейчас есть, и в той динамике есть два основных сценария. Это либо перебазироваться частью сил и средств на другие пункты базирования, либо быть полностью уничтоженным. Причем в той же Российской Федерации отмечали, что как раз для перебазирования и могут подходить всего лишь три подобных места. Это Новороссийск, это Чамчири, это непосредственно в Черном море, ну и еще когда-то, скажем так, как в стране агрессоры, некоторые эксперты отмечали, что для базирования черноморского флота, в части его вернее, может подойти и та же база в Таркосе в Сирии. Но сейчас этой возможности уже противника не осталось, поэтому сейчас вот как раз и проводятся такие определенные действия с тем, чтобы все-таки спасти остатки черноморского флота. И тут нужно сказать, что как раз системная деятельность сил обороны Украины неизменно приведет к тому, что черноморский флот с территории Крыма будет выведен. И, ну, скажем так, та его часть, которая не будет уничтожена, некоторое время там сможет базироваться в том же Новороссийске, который все-таки является достаточно уязвимым местом, так как находится в непосредственной близости от территории Украины. И в том числе, скажем, может быть под прицелом тех дальнобойных средств, которые уже к тому моменту могут, скажем так, перекрывать эту территорию и создавать угрозы. Поэтому вот как раз и отмечается, что российские оккупанты подумывают в том числе и о развитии возможностей базирования и на временно оккупированной территории Абхазии, вкладывая в это определенный ресурс. И, ну, что нужно отметить, на это тоже необходимо достаточно длительное время. Ну, как минимум, вот если судить по практике, которая, скажем так, уже имелась в Российской Федерации в развитии мест базирования флота на Каспии, то на это уходит, ну, как минимум, на модернизацию существующих таких мест базирования до трех-пяти лет. И вот это тот ресурс, которого у оккупантов не так-то много осталось. С одной стороны. А с другой стороны, это также и в материальном плане достаточно затратное мероприятие, потому что оно вот только на проведении тех же проектных работ, вот если там судить по практике того, что было на Каспии проведено, то где-то было потрачено около 500 миллионов рублей только на проектные работы. Это оценивалось как в 3-4 процента затрат на вот возможности, скажем так, модернизации базы, которую они модернизировали в Каспийске, на Каспии. И здесь также будет огромная проблема у россиян с тем, чтобы создать вот эти новые пункты базирования. И это все ошибки, как раз, которые тянутся издалека. И об этом Российской Федерации и отмечали и ранее эксперты, что нужно было задумываться еще до 2000, там, до 2000-х годов в начале, когда как раз истекал срок завершения базирования, временного базирования Черноморского флота в Севастополе. 17-й год, насколько я помню. Надо было тогда им задумываться, забирать свой флот и убираться оттуда. Но сейчас им помогут. Да, было до 17-го года, но тогда они пошли по ложному пути и сделала вставку на Ягодниковича и на Харьковские соглашения, что и потом их, скажем, невозможность их реализации принудила к тому, чтобы начать вот эту широкомасштабную агрессию. Сначала гибридную агрессию в 2014 году, а потом и широкомасштабную в 2022 году. Видите, в 2017-м не вышли, сейчас им помогают это сделать. И смотрите, вот получается так, что теряя боевые возможности и понимая, что они теряют влияние вообще в акватории Черного моря, они предпринимают различные достаточно подлые действия, насколько я вижу. Вот в силах обороны Юго-Украины сообщили, что, я хочу процитировать, в акватории Черного моря зафиксирована активность тактической авиации с очередным сбросом неустановленных объектов в направлении гуманитарных навигационных коридоров гражданского судоходства. О чем идет речь, скажите, если перевести на гражданские, на гражданские слова, а не на военные. Речь, скорее всего, идет о минировании этих коридоров, как вы считаете? Ну, речь идет как раз вот о той деятельности, которая характерна для Российской Федерации. Это откровенный терроризм. Это как раз может быть, и что отмечают в том числе и в вооруженных силах Украины, это может быть целенаправленное минирование торговых путей. Причем, ну, скажем так, противник подло поступает, потому что, конечно же, до самих торговых путей он с трудом может добраться, не будучи, скажем, подверженным риску, поэтому он может сбрасывать подобные мины, морские мины на местах прохождения течений по поверхности Черного моря, и вот уже эти течения могут доставлять эти мины до путей прохождения грузовых транспортов. И тут нужно сказать, что, ну, вот эта деятельность противника целенаправленная по тому, чтобы сделать, скажем так, Черное море небезопасным, она отмечается с самого начала широкомасштабной агрессии и является элементом шантажа, и прежде всего, конечно же, прерывание тех положительных процессов, которые начались после выхода зернового соглашения Российской Федерации, которая надеялась, что без нее этот, скажем, процесс поставки украинского зерна может замереть, но нужно сказать, что уже вот с сентября 23-го года по новому морскому коридору, который провожен Украины, воспользовались более 30 судов и было перевезено достаточно большое количество зерна, объемы которого сравнимы уже как раз с тем периодом, которые были во время существования этой так называемой сделки, зерновой сделки. И, конечно же, вот сейчас Российская Федерация предпринимает все возможные усилия для того, чтобы нарушить функционирование зернового коридора. Но нужно отметить, что силы обороны Украины сейчас делают все для того, чтобы зерновой коридор функционировал. И судя по тому количеству судов, которые воспользовались этим зерновым коридором, украинским военным доверяют в вопросах безопасности здесь. и вот этот процесс становится необратимым. Поэтому подобные действия, которые могут совершать оккупанты, они могут являться жестом отчаяния на фоне того, что реально как раз те же корабли Черноморского флота, которые ранее применялись именно для того, для разбоя откровенно на торговых путях, в западной части Черного моря оккупанты уже не могут безнаказанно использовать, находясь под постоянным риском атаки со стороны сил обороны Украины. И как раз это является следствием продолжения предыдущего округа, о котором мы раскрывали, с тем, что возможности Черноморского флота они скукоживаются и сейчас уже находятся, на уровне возможностей терроризирования мирного населения на территории Украины, применяя те же ракеты Калибр, которые являются дальнобойными и могут достигать точек в Украине практически Да, мы видим здесь, что они базировались. Знаете, раньше они выходили, мы говорили, сколько кораблей вышло из мест базирования, ракетоносителей сейчас не говорим, поскольку они, как я понимаю, стрелять могут даже уже просто из бухты, из мест базирования, потому что действительно боятся выходить. Давайте поговорим с вами о том, что происходит на суше. Самое горячее место сейчас, самая горячая точка, это, конечно же, Авдеевка. И такую информацию хотел с вами обсудить. 22 октября Министерство обороны Великобритании в Твиттер со ссылкой на данные о своей разведке сообщало, что вот эти атаки, да, российские в Авдеевке и Донецкой области привели к 90-процентному увеличению потерь среди россиян, зафиксированных Министерством обороны Украины. И вот, судя по всему, от безысходности они начали рыть какие-то тоннели в направлении Авдеевки. Вот таким образом вооруженные силы РФ пытаются как-то подобраться поближе к украинским позициям. Вот об этом сообщал представитель 101-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь. Как вот это им поможет, вот такая тактика Хамаса и поможет ли? Ну, дело в том, что эта тактика не нова и оккупанты также отмечались вот в этом вопросе на запорожском направлении и применяли подобную тактику с тем, чтобы скрытно подобраться к позициям вооруженных сил Украины и атаковать. Ну, тоже самое здесь противник пытается это делать на авгейском направлении. Ну, вот также, как отмечают защитники Украины, которые действуют здесь, на авгейском направлении, говорят о том, что, в принципе, подобная тактика для них не нова и отмечают также, что здесь в данном районе противнику достаточно трудно это делать, исходя из рельефа местности и исходя из характера грунтового, потому что они достаточно трудные для прохождения и более того, сейчас защитники Украины используют, скажем так, этот момент, пытаясь своевременно выявлять подобное направление, где противник может применять подобную тактику и применяя, скажем, имеющиеся артиллерийские и другие средства наносят своевременно удары по таким местам и все это приводит к тому, что оккупанты сами себя закапывают живьем. Поэтому сказать, чтобы эта тактика могла привести к каким-то кардинальным изменениям возможности противника нельзя, но и нельзя сбрасывать со счетов как раз, что противник может применять и подобные подкомпы для того, чтобы неожиданно возникнуть на каком-то из направлений. Но здесь в условиях существующих средств объективного контроля и разведки нашим защитникам удается в большинстве случаев своевременно выявлять подобное направление и предпринимать необходимые действия. Похоже, знаете, на такие жесты отчаяния какой-то 12 век, подкопы, подкрепости, как будто бы читаешь какую-то историческую Возможно, используется как раз потенциал как раз тех, кто может действовать на этом направлении. Нужно сказать, что в большинстве в реальных случаев здесь идет о том, что местных отлавливают из числа бывших шахтеров и сгоняют также здесь на это направление, потому что противник пытается сделать все, чтобы не ослабить напор на этом направлении, несмотря на кардинальное увеличение гроб потери 90-процентное увеличение, как мы видели, и заставляет их копать копанки, фактически закапывать себя живьем, как вы правильно сказали. Но вот тем временем россияне паникуют из-за возможной контратаки, которую, по их мнению, предприняли или будет предпринимать ВСУ, чтобы срезать южный выступ в районе Водянова. Судя по карте, там действительно образовался достаточно сильный выступ, который грех не срезать, а выровнять фронт у них там не получается. Ну, дело в том, что, конечно же, введение боевых действий, оно может нести различные, скажем так, последствия и для противника, и сосредоточившись, допустим, на проведении атак, и частично добившись каких-то целей, которые противник себе мог ставить, а нужно сказать, что окончательной целью противник ставит себе взять в окружение Агдеевку и заперев силы обороны, но, как видим, уже длительное время противнику это не получается. На ряде направлений противник может иметь тактический успех, частично, а также подобный успех может определяться, скажем так, и сознательными действиями подразделения силы обороны, и, ну, в какое-то время, скажем так, может оказаться, что на каком-то из направлений это может быть ловушка, которой могут также воспользоваться защитники Украины для того, чтобы заманить противника в подобный огневой мешок или создать условия для, скажем так, окружения или обездвиживания группировки и постепенного и планомерного ее уничтожения, чем сейчас как раз подразделения вооруженных сил на данном направлении и занимаются. Ну да, мы знаем, что там очень много внимания на этом направлении, генерал Залужный побывал в Авдеевке, побывал на передовых позициях, вчера мы об этом рассказывали, и президент Украины обращает на это внимание, вот на ставке обсуждали вопросы и контратаки, и вопросов обороны, я думаю, что там все идет как нужно, не будем просто на самом деле действительно забегать вперед. А вот под Бахмутом, знаете, несмотря на постоянные контратаки врага, украинские силы постепенно оттесняют оккупантов к трассе 05-13, где вот оккупанты пытаются создать новый оборонительный рубеж. Об этом сообщал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников в эфире, кстати, Фридема нашего телеканала. И вот по всему на юге тактическое положение оккупантов постоянно ухудшается, я имею ввиду на юге от Бахмута. Ну, южное от Бахмута направление является уже довольно длительное время тревожищем противника, и здесь как раз динамика наступления подразделений вооруженных сил Украины, она является устойчивой, и, скажем, подразделения с тяжелыми боями, но продвигаются постоянно, оттесняя противника с выгодных рубежей, которые ранее противник занимал. Здесь удалось достигнуть, скажем так, выгода на выгодные рубежи по высотам, которые, скажем, что позволило взять ближайшую местность вплоть до трассы 05-13 под огневой контроль, и поэтому противник ощущает то, что натиск вооруженной силы Украины на этом направлении не ослабляется, и, понимая это, и дальнейшие последствия того, что может быть противник предпринимает меры для того, чтобы укрепиться. Вот и первым рубежом для этого является как раз трасса 05-13, которая уже практически в огневом отношении контролируется вооруженными силами Украины, что затрудняет, скажем так, материально-техническое обеспечение войск противника на данном направлении, ну и, скажем, в дальнейшем, как понимает, противник может ввести к обрушению фронта на данном участке, если свое время на ней укрепиться. И вот как раз сейчас, понимая это, оккупанты и пытаются укрепить позиции с тем, чтобы, скажем так, предвидя это, не позволить обрушиться фронту на данном направлении. В дальнейшем, скажем так, можно понимать, что в принципе сейчас задача освобождения Бахмута не стоит со стороны вооруженной силы Украины. Есть задача постоянного создания напряжения для противника и проведения ценно-оправленной работы по уменьшению военного потенциала подразделений, которые здесь действуют, и планомерному уничтожению противника. Соглядка на то, что противник все-таки не скован определенными и политическими, и военными условиями, и будет стараться до конца держаться за этот рубеж. Мы видим, да, сели они на серьезную растяжку, потому что под Лиманского направления они выводят резервы для того, чтобы прибросить их под Авдеевку, заводят какие-то свежие подразделения из России. В итоге все их сожгут здесь, и ничего у них не получится. Спасибо вам большое, спасибо за ваш комментарий, напомню зрителям, с нами на связи был Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Дефенс Экспресс. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.